Чемпионат Беларуси 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 Хотя Сергей Ташов считает, что его команда действует по схеме 4-1-3-2, можно и так сказать. Роман Перепчук не мог рассчитывать на фата, и Кирилл Вергенчик вышел в старте на матч против бывшего клуба Яхай вместо Копленко. Еще одно отличие по сравнению с последним победным матчем против Гомеля. Ну вот непростые матчи обычно у Шахтера получаются именно здесь, на Строителе, против Динамо. В гостях-то Шахтер одерживал победы над Динамовцами, но вот дома давненько этого не случалось. Хотя, разумеется, вот к этой встрече Шахтер подходил явным фаворитом. И посмотрите, какой момент возникает в самом начале этой встречи Николай Эскоп. Заходит в штрафную площадь, и с левой ноги уже на первых секундах вот такой вот удар исполняет. И Максим Плотников свою команду, конечно, потащил. Еще раз давайте посмотрим. Очень технично работает нападающий сборной Молдовы. Бонг мог на добивании сыграть, но все-таки опасный момент был после первого удара. А это угловой. И то ли удар, то ли скидка от Александра Сачивка на партнера по центру обороны Павла Рыбака. Но удар акцентированным все-таки у Рыбака не вышел. Два момента у Шахтера на старте этой встречи. Но будет и третий. И вот тут накрыли прессингом. Шахтер самая прессингующая команда лиги. И моменты коллектив Сергея Ташива после вот этих вот эпизодов периодически организовывает. И в данном случае тоже. Николаевскую передачу делает на бока. А тот бьет и заблокировал удар Швецов. Хороший момент. Это эпизод около ворота Андрея Клеймовича. Во второй половине первого тайма «Динамо» смотрелось предпочтительнее, пожалуй, с точки зрения созданных моментов. Вот удар Кирилла Вергейчика. Здесь справляется Андрей Клеймович. Но будет и еще один момент. Богомольский на Данила. И тот очень коварно удар исполняет. Но Клеймович на месте. И потом еще смог он мяч накрыть. Ну, Данила видно, что квалифицированный исполнитель. Очень техничный парень. И практически не сомневаюсь я, что на дистанции этого сезона он «Динамо» поможет. Но вот так неприятно для «Динамо» начинается второй тайм. И неудачная игра голкипера. Плохо действует в целом оборона «Динамо». И Юрий Ковалев на пятаке мяч ворота все-таки направляет. Можно сказать, что и добивает. Давайте разбираться на повторе, что же там произошло. Сдержанная радость Сергея Ташуева. Очень непростой отрезок сезона для «Шахтера». Но мы об этом еще поговорим. Почему-то дали спокойно пробить Павлу Рыбаку. Но кто не знает в белорусском футболе, что «Шахтер» крайне опасен на стандартах. И в частности, крайне опасен Павел Рыбак. Он ведь и в первом тайме имел момент и здесь опасно пробивал. А на добивании оказался Юрий Ковалев. Еще один момент. И здесь уже Александр Сачивка. Удалось ему опустить мяч на газон. Удалось все-таки обработать, пробить. Но Плотников свою команду оставляет в игре. Но ненадолго. Великолепное, конечно, спасение. Ничего не скажешь. А вот и вертикальная атака «Шахтера». Эбонг на Януша. Тот успевает прокинуть мяч в сторону. И пенальтик, который не вызывает никаких сомнений. Но обычно вратари в таких моментах плены попадают. Понятно, что из благих намерений он, в смысле, Максим Плотников. Хотел сыграть на перехвате. Не получилось. И Лизбакай шикарно исполнил 11-метровый. Ни за что на свете до такого мяча не добраться. Конечно, не получилось это и у Максима Плотникова. И тут уже чуть более активно празднует Сергей Ташов. Он понимает, что с двух мячей разница Динамо уже ни за что на свете не уйдет. Но случился и третий мяч. И он получился очень красивым. Контратака уступает здесь мяч Лизбакая своему партнеру Сергею Матвеевичу. И вот такой вот удар вышел у Юрия Ковалева. Это самый красивый мяч этого тура, вне всяких сомнений. Здорово сориентировался Ковалев. Ну, а передачу голевую о себе в актив записывает Сергей Матвеевич. Давайте еще раз посмотрим. Повтор номер раз. И вот вам и второй повтор. Пятка сыграл правой ногой. По-моему, коснулся мяч еще и левой ноги Ковалева. Но главное для игрока сборной Беларуси, что оказался он в сетке. 3-0 разгромная победа «Шахтера». Впервые за 10 домашних матчей «Шахтер» победил «Динамо». Мы не очень довольны быть первым таймом, потому что много атаковали, а не было последнего хода перед голом. То есть много флангов скрыть его, то, что планировалось. Потому что у нас быстрый нападающий, который агрессивно вроде должен бежать. Но почему доставки были все время в игроков соперника. Мы передвигали, что сыграть более разнообразно в штатной площади. Разыграть ее, не спешить, не суетиться. В принципе, получилось, забили. Хотя в первом тайме в стандартном положении соперников парламентов. Но в втором тайме полностью доминировали. То есть то, что мы хотим видеть, мы хотим видеть агрессивный футбол, доминантный, атакующий. Поэтому забили три в довольность. Если первый тайм мы еще пытались играть организованно, сдерживали, то во втором тайме мы не выдержали. И я думаю, что счет сегодня поиграет. Брестская Динамо закрепилась в лидерах после седьмого тура. Еще никогда команда с юго-запада страны не начинала сезон так удачно. Перетела на этот раз стал подавать. Лаптев пробил штанга. Гоол! Одинной счет в матче открыт. Это Павел Ниханчеви. Подать штрафную. Лаптев, по мне удар. И мяч в сетке. 3-1. Наступает на Брест и наступает опасно. Какая передача шикарная, да? Элегантно от Мелевского. Еще один удар! Это Павел Нихайчик открывает счет в этом матче! Навес, мяч штрафной прилетает! И залетает! Нет, не залетает! Идет он мимо цели. Мощный разбег. Пушка и Веренко выбивает перед собой 2-1! 2-1 Шельфер! АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лаптев и Милевский снова на скамейке запасных. И вот такое начало, удар по воротам, но, конечно, спокойно Александр Гутер с этим выстрелом справляется. Гутер на этом стадионе много-много матчей за Минская Динамо провел, об этом мы, конечно, помним. И вот еще один момент. Торпеда агрессивно начинает удар Елизаренко и блокирует его Кики Габи. А это уже эпизод с активностью Бреста около чужих ворот. Вот подрабатывает мяч под правую ногу ударную Павел Нехайчик. Удар случился из-за предела штрафной, но с ним справился Галкипер. Но дает бой торпеда, мы это видим. Правда, нарывается вот в данном случае на контратаку. Допустила ошибку линии обороны. Джал Фомейя вышел один на один, но вот как-то нерасторопно сработал в этом эпизоде Гански нападающий. Который очень хорошо действовал со скамейки в этом сезоне. Ну а теперь получает шансы играть с первых минут, как и Хабленко, кстати. И вот момент украинского нападающего. Хватается он за голову, такое нужно забивать, все понимают. Еще один дар Джал Фомейя. Видим, что Брест наращивает давление ближе к концу первого тайма. Необходимо сказать, что после первой половины встречи Милевский вышел вместо Савискова. Вот такая замена случилась. Ну а это очень важный момент. 53-я минута. Лынько бил через себя, попал ногой в плечо Быкову. Лынько получил вторую желтую карточку после этого фола и покинул поле. Ну а Лаптев заменил Быкова. И как стало известно уже после матча, у Артема закрытый перелом локтевой кости. И ориентировочный срок реабилитации 5-6 недель. Желаем, конечно, футболисту здоровья и скорейшего выздоровления. Скорейшего возвращения в игру. С Лаптевым, разумеется, повеселее игра пошла. Но посмотрите, два столба. Лаптев, Хабленко впереди. Под ними еще Милевский, Нехальчик. Все на своих местах. И забивает Денис Лаптев все-таки в этой встрече на 70-й минуте. И передачу ему прекрасную выдал именно Джелфом Ие. У него теперь уже получается 3 плюс 2 в чемпионате. В этом сезоне вообще 25 мячей, 11 голевых передач, 85 встречах вышки. У Лаптева уже 3 мяча плюс 1. Гол, помним, да, в игре за суперкубок. Так что потихонечку Денис Лаптев начинает оправдывать доверие. Вот именно за это его и подписали. В Бресте. Чтобы он 10-15 мячей стабильно за сезон укладывал в ворота соперников. Ну и вот такой момент еще в концовке возникает. Динамо пыталось добить соперника. Нехальчик на ФМЕ. Нужно забивать, но промакивается Ганец. Ну, кстати, с реализацией у него не все в порядке. Тоже об этом прекрасно знаем. Гораздо больше способен ФМЕ забивать. Ну и вот еще один момент в конце. Сергей Кисляк. Передача на Лаптева. Лаптев смещается в центр. Удар с правой ноги. Но сейв галкипера мы здесь наблюдаем. Вполне мог Лаптев и дубль. Оформлять. Ну и вот еще один момент. Жал ФМЕ на фланге. Пас в центр. Здесь Нехальчик. Удар поворотом. И снова вратарь тащит. И контратака. Павел Нехальчик. Глебко здесь отрабатывает в обороне. Ну и Павел Нехальчик почему-то здесь решил покатить на Джала ФМЕ. Сам понимает, что неправильно это было решение. Но главное для Бреста, что Динамо одерживает победу. Мы говорили уже перед игроком, что надо терпение. Потому что эта игра будет только в одном голе. И это мы сделали. И я очень рад. Поражение. Очередное. Понятно, что обидно. Пытались в концовочке все-таки, несмотря на то, что были в меньшинстве. Но попытаться отыграться не получилось, к сожалению. Теперь на юг перемещаемся. Кавлинов из России. Голкипер не убедил тренерский штаб Гомеля. Вместо него в воротах Ковалев. На скамейке остался и капитан Капор. Как вы видите, у Жодина пропустивший прошлый тур Абрадович тоже остался в запасе. 24-я минута. Момент возникает. Здесь рикошет. Кстати, да, для Владимира Буш мы очень важный матч. Помним, как он здорово играл за Гомеля и побеждал с этой командой в Кубке страны. Но это роскошный удар Мышенко со штрафного. И вот так Жодина выходит вперед. А вот так отвечает Гомель. И это, да, все правильно. Виталий Квашок. Лучший бомбардир пока что этого сезона. Седьмой мяч он уже забил при одной голевой передаче. Сумасшедшие цифры этого украинского легионера. Моки Дубль. Квашок здесь записать себе в актив. Но Бушма свою команду подтащил. Снова Квашок. Все через него. Вся игра строится через этого украинца. Такое ощущение у Гомеля. Ширамченко. Пас на Невалда. Тот поскальзывается, поднимается. Мяч у него выцарапать не могут. И в итоге, что здесь Болов воспользовался неудачной игрой Бушмы. И забил свой четвертый мяч в этом сезоне. В чемпионате. Но помним, как он хитрик оформил с Луски. С тех пор не забивал. И вот отличился в игре против Жодина. И вот уже торпеда нужно спасать эту игру. И удалось, скажу я, это сделать. Абрадович вышел со скамейки. Забил с передачи Щерба на 76-й минуте. Хороший гол для нападающего. Еще один третий в этом сезоне. Ну, а вот и компенсированное арбитром время. Подача от Качатуряна. И забивает другой фарвард-торпеда Горбачик. Они могут и вместе играть. Они могут играть и по отдельности. Мы об этом знаем. Ну, Гомель при этом с 16-ю забитыми мячами. Самая результативная команда чемпионата. Клуб забил за 8 туров столько же, сколько и за прошлый сезон. Ну, а Виталий Квашок лучший бомбардир. В высшей лиге в этом сезоне мог коллектив из Жодина забивать и четвертый мяч. Но и этого хватило. 3-2 победа торпеда. Интересная команда у Энергетика. Много молодых футболистов. И, на мой скромный взгляд, так и должен комплектоваться клуб со скромными возможностями. Это гораздо лучше, чем возить опытных игроков по кругу. Ну, действительно, новые лица открывает нам Энергетик. За этим приятно следить. И самое главное, что команда стремится играть в футбол. Ну, и матч получился результативным. 26-я минута. Передача ТВ отличается Мусаханян. Тот самый Мусаханян, который очень яркую игру выдал в Солигорске против Шахтера. Помним ту сногсшибательную победу Энергетика. Ну, и пас, конечно, замечательный. В свободную зону. Еще один момент у Энергетика возникает. И можно было здесь второй мяч забивать. Но не получилось этого сделать. 47-я минута. Пас Яросского. И отличается Александр Васильев. Но есть еще Артем Васильев, который играет на острие атаки. Переквалифицировали, судя по всему, его в нападающего. А это передача от Климовича. И забивает Филипп Иванов со штрафного. 54-я минута. Минск вырывается вперед. Но это далеко, далеко не вечер. На Симашко эта игра проходила. Как вы видите по декорациям. Ну, грубую ошибку допускает Сергей Веремко. Не смог он мяч зафиксировать. И Плехов. Счет 2-2. 58-я минута. Мог тут и Садовский добить, но сделал это Плехов. 82-я минута. Момент у Минска. Не смог забить Леонид Ковель. Не даются ему голы в этом сезоне. Ну, а вот так забивает Тве. Но есть Мовату, есть Тве. Очень классные легионеры в составе Энергетика. Плюс молодые белорусские футболисты. Приближается Энергетик к победе. В этой встрече. Но 93-я минута. Последнее компенсирование. Бабах и Александр Васильев оформляет Дубаль. У нас много дублей в этом туре. И, в принципе, он получился результативным. Но этот гол один из лучших, конечно же, в туре под номером 8. Посмотрите, какой удар. Замечательный. И Минск спасает ничью в этой встрече. Ислач на месяц осталась без Виталия Жуковского, своего вожака. Команда, представляющая Минский район, принимала финалиста Кубка из Витебска. Ну, а вот и Виталий Леонидович. Он пока что на трибуне. И ближайший месяц будет именно так. По составам все привычно. Витюз потихонечку готовится к финалу Кубковому. Это главный матч на данном отрезке сезона. А может быть и всего сезона. Но вот такой момент возникает в начале. И это Макаси пробивал. Здорово смотрится Ислач на старте. Хорош и Дмитрий Комаровский. Удар с линии штрафной примерно. Но с ним справляется Бущенко. Это уже подача с угла поля. И, наверное, должен был здесь забивать Алексей Нушкевич. Два экс-игрока Шахтера вполне могли гол соорудить. Ну, много моментов. Это все еще событие, конечно же, первого тайма. Первой половины первого тайма. Комаровский получает мяч. Он на углу штрафной площади. Смещается в центр. Ну и с левой ноги в дальний. Удар не получился. Скажу, что по ходу первой половины встречи вынужденную замену провела Ислач. Макаси поле покинул. Появился Рекиш. Вообще с подписанием Рекиша в Ислаче явно угадали. Ну и вот такой гол на счету. Ян Сане. Голевая передача у Дмитрия Комаровского. Ну и посмотрите. Я уж не знаю, подавал ли на Рекиша или действительно такой задумал Ян Сане. Но получилось очень и очень красиво. 48-я минута. И Дмитрий Рекиш делает счет 2-0. Еще одна передача на счету Дмитрия Комаровского. Великолепное начало сезона для атакующей тройки Ислачи. Ну забьет, я еще скажу, забегая вперед в этой встрече сам Дмитрий. То есть у него будет гол и две голевые передачи. Ну а так, да, судите сами. Макаси, Комаровский и Ян Сане на троих забили уже 9 мячей только в чемпионате. Видите, было еще яркое выступление в кубке, где бой дали Шахтеру, где выбили из розыгрыша Борисовский Батэ. Действительно, одна из самых ярких атакующих групп в чемпионате. Мог забивать и Ян Сане. Еще один мяч. Но это редкий момент Витебска. Фищук смещается в центр. Бьет поворотом, но мяч летит мимо. Мимо. Удар со штрафного фищука мы также видим. Но и здесь удар получается неточным, да. Можно посетовать на небольшое невезение. И Слачдорова бежит в контратаку. Свободных зон масса. Пас на Комаровского. Ну и Дмитрий решил пробить из-под защитника Вандерсена. Павел Плют работал с командой у кромки поля. Но там вот неподалеку от него, как я понимаю, Виталий Жуковский и расположился на трибуне. То есть процесс коммуникации наверняка присутствовал. И вот такая еще передача из глубины. Забивает Комаровский. Да, это третий мяч в этой встрече. Нет положения вне игры. И Комаровский, конечно, в такие моменты, как правило, в голы превращает. Ну, можно было и четвертый мяч забивать хозяйской команде. Но Рикиш до мяча не добрался. Звучит свисток. 3-0. Разгромная победа. И Слачдорова. Мы играли очень плохо. Хотя, честно говоря, счет такой не совсем отображает то, что было на поле, на мой взгляд. Мы не заслуживали такого разгромного поражения. Ну, если сказать просто, Ислуж заслуживала победы, а мы, в принципе, заслужили верующие. Это было бы нормально. На сегодняшний день. На протяжении пяти лет Неман не может обыграть Баттео. Удастся ли это сделать в восьмом туре? Неман должен показать результат. И надеемся, что будет красивая игра. И на самом деле достойно покажут себя дома. И болельщики будут рады красивому футболу. Сегодня вполне возможно, что будет достаточно правная игра до первого гола. Команда набрала неплохой ход. Появился рисунок игры. И надеемся на победу на сегодня. Думаю, что поборемся. Потому что в этом году, ну, судя по игре Баттео, не совсем и у них все гладко. А у нас уже как бы идет какой-то рост. Такой... Ну, в общем-то, я думаю, что сможем. Верим в команду. Савистский переехал в Брест, но Камп Борисов, то следующим в Немане привлечет внимание белорусского танк-клуба. Я думаю, ответ очевиден. Будет Аликулов. Я думаю, Аликулова продадут. Наш молодой гений, кыргызский, очень хорошо себя проявляет в этом сезоне. И уверен то, что... Надеюсь, он останется у нас в клубе как можно долго. Желательно его не продавать, чтобы он остался. Да и хватит. Надо... Мы воспитываем игроков, кого потом в другой клуб они уходят, продают. Надо как-то у себя уже оставлять все-таки. Кто к роднинскому болельщику ближе прямо сейчас? Сергей Солодовников или нынешний главный тренер Игорь Ковалевич? Ковалевич однозначно. Ковалевич? Ковалевич. Наверное, Ковалевич. Солодовникова мы наелись в свое время. Мне нравится, допустим, Ковалевич. Я не хочу ничего сказать такого обидного в адрес Солодовникова, но как по мне, это Ковалевич лучше. Мне как-то больше он импонирует. Такой он агрессивный, такой эмоциональный. То есть, ну, достаточно такой крепкий тренер для Немана. Мне нравится то, как он относится к команде, к болельщикам. То, что после плохого результата подходит, извиняется, говорит что-то к нам, к болельщикам. Настоящий мужик. И давайте посмотрим, получится ли у Немана все-таки зацепить чемпиона страны. Давненько этого не было в Гродно. Бабичев вместо Дженга единственная замена в составе Немана по сравнению с победной игрой Могилеви. У Бате тот же состав, что взял 3-чка в игре с Минским Торпедо. Но первый момент в этом матче возникает у Немана Евдокима в передаче на партнера, но до удара дело не дошло. А это уже атака Бате Дмитри Бага. Нету пока что предложений. Пас на фланг. Милич подает штрафную площадь. И до мяча здесь Дубаич не дотянулся. Но открыл счет он своим мячам в качестве игрока Бате в прошлом туре. Стасевич удается Драгуну здесь мяч для Бате отвоевать. Он дальше двигается штрафную. Неудачное действие защитника. Передача. Скидка на Йонсена. Но и в итоге мяч все-таки ворот Гродно не оказывается. Наращивает давление Бате. Стасевич на фланге. Подача и удар великолепно от Дубаича. Вратарь Немана свою команду выручает. Великолепнейший сейф. Угловой подача Стасевича. И удар Яблонского. Посмотрите какая пуля от Евгения Яблонского. Потрясающий удар. Некогда Яблонский был капитаном молодежной сборной с которой работал Игорь Ковалевич. Ну а здесь фантастический мяч. Лишь четвертый кстати гол для Яблонского в высшей лиге. Еще в первом тайме пытается Неман еще сравнять дальний удар Бабичева. Но это легкая добыча для Дениса Щербицкого. Событие второго тайма. Игорь Стасевич подает Филипенко. Удар головой но выше цели. Хороший момент у Бате. Штрафной удар. Все через Стасевич. Обратите внимание все стандарты весьма опасны. И голевую передачу он сделал на Яблонского. Но эта передача никогда не стала бы голевой если бы не такой удачный удар Евгения. Неман пытается счет сравнять. И последний момент здесь Яблонский. Посмотрите как действует в оборонительной фазе игры. Под Катю он эту передачу прерывает. Еще один момент. Легчилин пас вперед Легчилин замечает подключение Бебея и подача штрафную удар от Эминга выше. Сражается Неман дает бой чемпиону но пока что команда из Гродно проигрывает Максим Скавыш он победный мяч забил в прошлом сезоне здесь в Гродно. Помним тот роскошный матч а здесь удар с носка у Максима все-таки не вышел. Хотя мог закрыть эту встречу Максим пошел уже Курганский в чужую штрафную Неман атакует и все-таки отбился Батэ Стасевич видит что ворота пустые направляет мяч вперед но здесь все-таки подстраховал защитник очень переживает Игорь Ковалевич Неман дал бой но все-таки не смог забрать очки у Батэ Может быть немножко не хватило нам впереди остроты потому что вчера получил травму на тренировке Яник Жанг его нам не хватало вот а так то что как команда одержима хотела в общем-то матч выровнять и спасти игру и заставить Батэ второй тайм практически весь обороняться поэтому конечно я в некоторой степени доволен ребятами как они отнеслись но не хватило не хватило реализации не хватило точного паса не хватило может быть квалифицированного нападающего впереди Тяжело всегда играть против команд Игоря Николаевича и сегодняшний вечер не исключение тяжелая победа тяжелый выезд но очень довольны трем очкам красивый гол и в общем-то событийная игра поэтому поэтому очень довольны сегодняшний вечер Ну а дальше первое телевизионное интервью голкипер Батэ Дениса Щербицкого Денис Щербицкий сейчас вратарь это последний защитник то есть начинает атаки разворачивает ну это современный футбол раньше то есть это выбил мяч туда и все поджали там побежали а сейчас конечно от вратаря много разворотов передачи и начало атаки вот мы стремимся на тренировках как бы разыгрывать то есть ну как получается так получается иногда получается выходим здорово и в атаку то есть с оборон вот иногда не получается но есть чему стремиться Денис Щербицкий безусловно соответствует образу современного голкипера к 23 годам минчанин закрепился в составе Батэ взял три чемпионства стал лучшим на своей позиции в лиге и как следствие привлек внимание из других стран Варианты были да ну как бы переговорил и с тренерским штабом Батэ то есть и с семьей поговорил как бы но рано мне еще как бы было уезжать то есть подумал что если будет там летом достойное предложение как бы которое устроит меня клуб то есть мы без проблем придем к этому чтобы ну или остаться или уехать мне нравится в Германии Буддастлига там очень силовой такой чемпионат много борьбы то есть мне нравится когда много борьбы то есть и вратари там немцы они сами по себе такие крепкие ребята то есть хочется попробовать конечно в германском чемпионате после матча против Види в Будапеште Денис вошел в символическую сборную тура Лиги Европы всего в активе Щербицкого 16 игр во втором по значимости еврокубковом турнире два групповых этапа это совершенно другое что по сравнению с чемпионатом Беларуси когда ты приезжаешь на такие стадионы такая атмосфера тебе просто кайф получаешь от игры и хочется всегда стремиться к такому то есть чтобы каждая игра была такой же как на европейских аренах когда проиграли с крупным счетом первую игру когда два года назад то есть ну скажу честно меня так потрясывало немножко это мой любимый клуб в Арсенал и приехать на Эмиро для меня чтобы было нечто но тоже получал кайф но к сожалению мы так скрутились Щербицкий играл в противоположных воротах от легендарного Чеха и Кепы самого дорогого голкипера в современном футболе удалось пообщаться с Кепой то есть договорились с майками с ним поменяться ждал его по трибунке но он не вышел с Чехом да поменялся майками Чех сам пришел как бы то есть очень такой порядочный человек видно то есть не только футболист но и как человек после матча мы как бы когда благодарили друг друга за игру вот ну поменялись предложил он как бы согласился говорит только подожди меня там все я подошел по трибунку пошел в раздевалку и тут начальник команды говорит выйди и там Чех стоял как бы со мной майкой ближайшие цели понятны наконец добраться до группы Лиги чемпионов и сыграть за сборную в официальном матче например в ближайшем 8 июня против Германии на родной Борисов арене ну конечно хочется сыграть с Германией то есть ну сначала нужно получить вызов правильно то есть доказывать в чемпионате что ты достоин первого номера сборной вот а уже потом тренерский штаб сборной будет решать кого вызывать и кому доверять за вратарскую позицию белорусский болельщик может быть спокоен помимо Щербицкого есть Плотников и Павлюченко да то есть я общаюсь и с Максом Плотниковым и с Пашей Павлюченко то есть мы были в молодежной сборной вот вместе работали то есть да я согласен они очень достойны вратарей очень хорошо развиваются это видно что и Макс Плотников сейчас Динамо завевал как бы место в составе и очень хорошо играет и Пашка Павлюченко когда то есть они-то меняются но все равно когда он выходит то есть он доказывает ну а кого же Денис считает лучшим вратарем в нашей стране белорусский вратарь Юра Живнов ну вообще у меня как бы был любимчик это именно белорусский футбол это Саша Сулима вот когда я с отцом каждую игру то есть на трактор приходили всегда смотрели вот но я кайфовал когда я его видел когда я видел в МТЗ когда играл мне нравилось приходить и смотреть за игрой не только Сулиманова и всего МТЗ нынешний сезон для БТЗ стартовал рано но красиво с победы над Арсеналом потом был вылет из Кубка от Ислачи это единственный белорусский трофей который пока не покорился Щербицкому в чемпионате предстоит тяжелая борьба за сохранение титула все всегда так говорят что в БТ каждый год появляются конкуренты но мы делаем свою работу то есть мы идем от игре к игре и что-то загадывать уже наконец чемпионата не хочется то есть каждый сезон для нас очень сложно даже если там отрыв какой-то очков или наоборот мы догоняем все равно сложно вот идем от игре к игре ну а теперь давайте в Слуцк отправимся у нас еще напоследок две сахарные команды но сперва узнаем как Слуцк сыграл против Дняпро команды из Могилева десятая минута этой встречи ну и Могилевчане привозят мяч в свои ворота Акьям делает передачу на Хотова ну а тот посмотрите как здорово разбирается второй мяч для Мурата в этом сезоне он капитан команды кстати тяжелое начало сезона для Слуцка но потихонечку коллектив Виталия Павлова набирает какую-то силу а это ответ от Дняпро 22 минута и перекладина выручает Случан вполне могла эта подача стать голевой накрывает Дняпро прессингом своего соперника и вот здесь сумасшедший сейв Броновца мы видим именно он защищает ворота Слуцка а не Борис Панкратов у того есть повреждение спасение великолепное ничего не скажешь 40 минута видим мы что Дняпро неплохо смотрится после пропущенного мяча передача от Побудей назад на Залезкова но и кто бы мог подумать что эта передача станет голевой но Залезки здорово приложился и получается забил ворота бывшего клуба поиграл Залезки и за Витебск и за Луч в прошлом сезоне но вот теперь за Дняпро выступает и очень здорово смотрится на старте этого сезона 64 минута атакует Слуцкий это Дудик какой момент у украинского футболиста но Перекладина спасает Дняпро 70 минута штанга спасает Слуцк но тут как тут оказывается по Будей ну и получается что у экс-игрока Ислычи гол и голевая передача в этом матче десятка на спине ну и повезло здесь игрокам Дняпро с отскоком от штанги и может быть где-то даже нелогично Дняпро вырывается вперед но матч равный мы видим и по моментам Дудик разгоняет атаку Слуцка смещается в центр в свободную зону на Хотова делает передачу Хотов дальше штрафную и это Виталий Кибук 85-я минута Слуцк сравнивает счет хорошая красивая атака пред голевую передачу записал себе в актив Дудик настоятельно рекомендую обратить внимание ваше на этого парня у Хотова 2 плюс 2 в этом сезоне И напоследок в Городею где местная команда принимала Славию Славия в сумасшедшем матче вырвала победу у Минска в последнем туре 4-3 как забыть такое но и Городея приходит в себя и особенно опасна эта команда конечно дома вторая минута Лебедев подходит к мячу вот такой вот коварный удар Симук справляется все мы знаем как капитан Городеи здорово исполняет штрафные а вот ответы от Славии в середине первого тайма ничего из этого не вышло как впрочем и в этой атаке два удара подряд но до Довгяла и до ворот все-таки мяч не добрался событие второго тайма еще один момент у Славии подача штрафную площадь и здесь Довгяла свою команду спасает так что решение поставить его Невысоцкого полностью себя оправдало а это уже голевой эпизод передача от Лебедева забивает Волков вообще Волков не так много забивает в последние годы два гола за Витебск в 17-м три за Гомель в прошлом сезоне но уже второй мяч за Городеев в сезоне нынешнем и да 30-й юбилейный ассистентский бал высшей лиги для Лебедева великолепный показатель учитывая что Лебедев много играл в первой лиге и там конечно был королем и второй мяч вполне Городея могла забивать не получилось но и так неплохо минимальная победа Городея набирает обороты в следующей программе познакомимся с 21-летним защитником Минского Динамо Максим Швецов только Динамо только победа еще раз результаты восьмого тура вашему вниманию Турнирная таблица обрезка Динамо все еще без поражений радует плотность наверху пять команд в диапазоне трех очков интереснейший сезон Минская торпеда на дне Минск по-прежнему единственная команда без побед Девятый тур стартует уже в среду 22 мая все потому что в ближайшее воскресенье Витебский шахтер разыграет кубок страны северяне примут энергетик горники отправятся в Жодино также отметим встречу Минского Динамо и Ислачи ну а также западное дерби Брест против Гродно И в самом конце пятерка самых красивых голов тура на пятой позиции штрафной удар в исполнении Богдана Мышенко из Жодинского торпеда Гол под номером 4 в нашем хит-параде Александр Васильев ракету вот такую направил в ворота энергетика да еще и на последней компенсированной минуте на третьем месте вот эта подача а может быть и целенаправленный удар от Момо Янсане он представляет Ислач получилось красиво второе место все-таки второе хотя конечно можно было очень легко и на первое отправить это удар Евгения Яблонского вы только посмотрите на траекторию мяча ну и наконец лучший гол тура по нашему мнению по мнению все кто работает над передачей Юрий Ковалев все-таки сориентировался и пяткой да получается мяч в ворота направил плюс еще значимость матча имеет значение на этом все для вас работа Владислав Татру спасибо за внимание любите белорусский футбол и тебя у Субтитры подогнал «Симон»